Здравствуйте! В эфире канала «Россия» итоговая информационная программа «События недели». С вами в студии Мадина Лайпанова. На этой неделе в Пятигорске состоялось совещание полпреда Юрия Чайки с участием глав регионов округа. В мероприятии принял участие руководитель администрации главы и правительства Карачаева-Черкесии Мурат Озов. На совещании обсуждалась организация гуманитарной и технической помощи участникам специальной военной операции. Представитель главы государства в округе напомнил руководителям регионов о личной ответственности за решение вопросов обеспечения всем необходимым бойцов на передовой. Юрий Чайка также подчеркнул важность неукоснительного выполнения социальных гарантий военнослужащих, добровольцев и членов их семей. Очередная партия груза, собранная стараниями волонтеров добровольческого сообщества «За наших», отправилась в зону СВО. В преддверии священного для всех мусульман месяца Рамазан состав гуманитарного груза получился весьма специфичным. Бойцы на передовой из нашей республики передали, что они планируют соблюдать пост. Ахмад Халкечев продолжит. Продуктовый набор подобран таким образом, чтобы еда на сухур была сытной, дабы энергии от нее хватило на весь день поста. Мясо сушеное, копченое, колбасы домашние и, конечно же, пулут с айраном. Ну а для разговления после долгого дня поста и есть финики. Помимо самого гуманитарного груза волонтеры добровольческого сообщества «За наших», в этот раз решили поддержать наших ребят еще и автотранспортом. Именно трехдверную Ниву, в народе прозванную «Каратыш», выбрали из-за того, что она должна быть менее заметной при осуществлении разведывательных мероприятий. Да и проходимость у нее хорошая, резюмирует руководитель сообщества Асхат Айсандыров. Нива 2011 года, купили мы его за 300 тысяч рублей. Естественно, сделали техническое обслуживание так, чтобы она наших ребят не подводила. Лично я сам с ребятами на связи. Они до этого просили, но на то время у нас возможности не было. Решили вот с группой собраться, открыть сбор, купить. Сбор у нас был 321-600, мы закрыли. 12 часов ночи сбор. А если бы не закрыли, то еще больше было бы. Команду единомышленников, кроме простых людей и бизнеса, в их добрых стараниях активно поддерживает еще и республиканский штаб взаимопомощи «Мы вместе». Добровольцы убеждены, что тепло сердец земляков, передаваемое на передовую таким образом, должно в очередной раз напомнить нашим бойцам, что в них верят и ждут со скорейшей победой домой. Ахмат Халкичев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Какова ситуация в республике по безработице? Северокавказ Стат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы. Его проводят в целях мониторинга ситуации на рынке труда и исследуют такие блоки вопросов, как предложение рабочей силы, занятость, безработица и занятость в личном подсобном хозяйстве. Об итогах обследования начальник отдела организации проведения переписей и исследований Северокавказ Стата Кулистан Шедакова рассказала Аля Динаевой. Здравствуйте, Кулистан Магомедовна. Здравствуйте, Алла. Очень рада встрече с вами. Что интересного, на этот раз расскажите нам, какие обследования проведены Северокавказ Стата. Добрый день, Алла. Спасибо, что пригласили. Обследование рабочей силы мы проводим в целях мониторинга ситуации на рынке труда. Здесь мы исследуем такие блоки вопросов, как рабочая сила, предложение рабочей силы, занятость, безработица и занятость в личном подсобном хозяйстве. И таким образом распространенные эти итоги выборочного обследования, получая на все население, мы имеем официальную статистическую информацию по рынку труда. Здесь, прежде всего, мы получаем данные по численности рабочей силы, которая состоит из занятого населения и населения, которое относится к безработным, по методологии Международной организации труда. Я здесь хотела бы обратить внимание на то, что есть у нас безработные, зарегистрированные в государственной службе занятости, и безработные, мы их называем общая численность безработных. Это в соответствии с рекомендацией Международной организации труда. Он должен отвечать трем условиям. Не имеет работы, первое условие, он ищет работу, и он готов приступить к работе. И вот совокупность этих трех условий труда, трех условий позволяет отнести его к безработным. Кулистан Магомедовна, каковы итоги обследования рабочей силы? По итогам 2022 года мы получили такую картину. Число занятых у нас увеличилось порядка на 10 тысяч человек, а безработных снизилось на 5 тысяч. Снижение где-то в рамках 18 процентов. Естественно, снизился и уровень безработицы. Он составил по итогам 2022 года 9,8 процента. А если сравнить с результатами предыдущего обследования, какая картина складывается? Если смотреть в масштабах округа, то наиболее низкий уровень безработицы в Старопольском крае 4,3 процента, а потом уже у нас, в нашей республике 9,8 процента. Остальные регионы повыше. И в целом по округу уровень безработицы составил 10,3 процента. Какую информацию, Кулистан Магомедовна, по безработице вы сегодня можете нам озвучить? Кроме общих цифр, здесь очень много разнообразной информации. В различных разрезах можно ее получить. По возрастным группам занятые и безработные, по образованию, по статусу занятости тоже выводится информация. Таким образом, что из числа занятых группируются независимые работники. Это работодатели и самозанятые, которые без наемных работников. Так вот, у нас 12 процентов приходится на работодателей из этих независимых работников, 88 на самозанятых. А зависимые, это где наемные работники, помогающие члены семьи, там практически основная масса приходится на наемных работников. То есть статус занятости тоже можем видеть. Кроме того, по нашему региону особенность по 2022 году такая, что большинство безработных, более 80 процентов, искали работу 12 месяцев и более. И за счет этого в целом за год среднее время поиска работы по безработным составило 13,5 месяцев. Средний возраст безработного – 39,1 лет. А средний возраст занятого – это 41,3 лет. Мы, придя в домохозяйство, спрашиваем, занимались ли члены домохозяйства волонтерской деятельностью и в какой сфере. По итогам ответов также мы получаем информацию по волонтерскому движению в республике. И тут мы исследуем тоже, насколько полученное образование связано с той работой, которую он сегодня осуществляет. И прямо спрашиваем, ваша работа связана с специальностью? И таким образом тоже можно видеть, что многие-то, получив там специальность экономиста, юриста или еще какой-то, ну, занимаются рабочими специальностями, специальностями среднего образования. Вот. Это тоже наглядно все демонстрирует вот итоги обследования. Кулистан Магомедовна, проведена объемная работа и получена информация интересная очень. А сейчас над чем работается? Мы готовимся к проведению обследования рациона питания населения. Это обследование проводится раз в пять лет. В 2013 году, в 2018 году мы уже по одному обследованию провели. И сейчас готовимся, чтобы в период с 6 по 25 апреля наши интерьеры пройдут с опросом по отобранным домохозяйствам. На предмет того, как социально-экономические факторы влияют на здоровое и полноценное питание. Это, опять же, будет формироваться информация в рамках нацпроекта «Здоровье». Для того, чтобы понять, как питание влияет на здоровье человека. Естественно, для того, чтобы минимизировать потери от болезни, от смертности. Вот такое большое обследование. Готовимся к нему. Кулистана Магомедовна, мне интересно всегда было узнать, когда приходят сотрудники Северокавказстата, провести опрос, как жители относятся к этому. Доверяют? Все ли честно рассказывают? Как встречают жителей? Короче, в общем, есть и вот респондента вашего. Ну, знаете, Алла, вот такая особенность. Когда ты приходишь к сельскому населению, они очень, практически, они открыты, да, для диалога с интерьером. Они рассказывают, ну, есть такие, которые с опасением, вот. Но городской местности сложнее, конечно, не доверяют. Особенно сейчас, в это время, после ковида, с этой ситуацией, которую на сегодня мы имеем, очень трудно нашим интерьерам. Но нас Росстат всегда готовит, что они же должны не только быть интерьеры, эту информацию экономического плана, да, собрать, но и они психологами немного должны быть, уметь строить, как пойти, во что одеться, в какое время, как обратиться. У нас по всем обследованиям обращения руководителя Росстата у интерьеров с собой есть, где он подробно обращается к домохозяйству и говорит, что это за обследование, ради чего и зачем. И в этой связи я бы хотела тоже сказать, что вот населению донести, что нас опасаться не надо. Та информация, которую мы собираем, она сукубоконфициальна. Мы несем ответственность за ее сохранение. Она используется только для получения сводной информации по региону. И от того, насколько респондент нам правдиво это все скажет, не опасаясь, от этого будет зависеть, какую информацию в итоге мы получили. И как она дальше будет использоваться в управленческом деятельности для принятия решений, что надо улучшить. Потому что, вот бывает, придут по нашему обследованию, есть у вас занятия на прошлой неделе, вы были заняты? Официально нет, трудовой нет. Это не важно. Мы здесь исследуем любую форму занятости, неофициальной. Даже на устной договоренности на предприятии, если он договорился с работодателем, без оформления трудовой, разницы нет. У нас никаких фискальных целей не преследуется. Только лишь собрать всю разнообразную информацию на рынке труда. Вот как население чем занимается, все это собрать. Спасибо, Кулистан Магомедовна, за информацию полезную. И до новых встреч. Спасибо, Ива Мала. Сейчас реклама, после продолжим. С 5 по 8 апреля более 350 производителей и поставщиков мебели, комплектующих фурнитуры, оборудования для мебельного производства, на выставке ЮМИЦ. Найдите актуальное предложение для вашего бизнеса. Краснодар, Экспоград, Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду ТВ на сайте юмитс.ру. Государственная телерадиокомпания «Крачаево-Черкесия» приглашает на работу монтажера со знанием программы «Аддоп-премьер», телеоператора, а также ассистента режиссера. Возможно, обучение. Обращаться по номерам код города 8-878-2-2204-75, мобильный 8-928-026-1270 или по адресу Черкеск, улица Красноармейская, 51. Без налогов нет государства. Именно от налогов зависит вся жизнедеятельность страны. Качество исполнения обязанностей государства, в том числе перед своими гражданами, напрямую зависит от своевременно уплаченных нами налогов. Сделать свой вклад в развитие страны просто. Начни с уплаты налогов. 30 и 31 марта состоится премьера нового спектакля «Шахри» по поэме Расула Гамзатова «Аттестат зрелости». Режиссером постановки выступил известный режиссер из Кабардино-Балкарии Анзор Емкуш. Спектакль приурочен к юбилею великого поэта. С режиссером встретилась наш корреспондент Белла Джозаева. Здравствуй, Анзор. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, пришел сегодня к нам в гости. Безмерно рада видеть тебя у нас. И повод у нас замечательный. Ты приехал не просто так. Ты приехал показать, вначале поставить, потом показать спектакль. И самое интересное, что меня вообще поразило, это спектакль по поэме Расула Гамзатова, величайшего нашего Расула Гамзатова. Поэма называется «Шахри». Мне интересно, как ты, наверное, смелился, как ты смог, как ты решил ставить великого Расула, и насколько это трудно? Конечно, всегда соприкасаться с творчеством великих людей, гениальных людей, наших земляков, оно вдвойне ответственнее, потому что эти люди писали в свое время и через них узнавали о нас, о жителях Северного Кавказа, весь остальной мир в то время. Тот взгляд, то мировоззрение, то мироощущение, о котором они писали. А сегодня, в быстро текущем времени, мы тоже как-то хотим состояться в этой погоне в мире глобализации. Северный Кавказ не остался в стороне. И спустя вот столько времени это произведение нелегко было брать и нелегко было решиться на этом, как поймут, как зритель примет. Но адаптация, я считаю, прошла успешно с помощью нашего тоже земляка, Зураба Бимурзова, который адаптировал эту поэму и в виде пьесы предоставил черкесскому театру драматическому. Но сразу хочу оговориться, мы ее ставим на двух языках, на русском и на черкесском языках. Что касается самой поэмы, что касается самого произведения, это была его первая любовь, о которой он спустя столько десятилетий заговорил и говорил и открыто говорил, что упустил я свою первую любовь, но несмотря на это я через всю жизнь эту искреннюю чистую любовь пронес. Хочу немножечко сделать такой экскурс в историю и про твое творчество поговорить. Ну не может быть, чтобы простой паренек, вот маленький паренек кавказский, думал стать режиссером. Режиссером такого уровня, без всякой листи могу сказать об этом, кем-то мечтал быть в детстве. Я себя поймал на мысли совсем недавно, что смотря фильмы того периода советского, я работал с самого детства пультом у отца. У нас же был рекорд, как у всех, телевизор, рекорд, который переключался плоскогубцей. Не было этих пультов, поэтому сидел спокойно рядом и ждал, пока дадут переключить или скажут переключить. Поэтому я смотрел все, что он смотрел. А он смотрел советские наши старые, качественные, добрые фильмы, как «Москва слезам не верит», такие, как «Отец солдата». Очень много фильмов, на которых, я считаю, он меня воспитывал осознанно, неосознанно. Это уже другой вопрос, отец. И я поймал себя на мысли, что я всегда хотел знать, как и из чего это состоит. Анзор, скажи, с какими-то трудностями, как режиссер, ты сталкивался в работе с актерской труппой? Что касается Черкесского театра, не первый раз приезжаю, работаю в республику, с труппой знаком, с руководством театра знаком, поэтому сложности в работе нет, именно в коммуникации с людьми. Сложности в других вопросах, как и во всех других театрах, это в постановочном плане, нехватка каких-то материалов, нехватка времени, как всегда. Вот сейчас у нас финальная, уже финишная дорожка, куда мы уже выходим 30-31 марта. 30-го, кстати, на черкесском языке, вечером 18-30, 31-го в 15-00 на русском языке, премьеры будут в музыкальном колледже. Так что никаких сложностей с труппой, с коллегами не было, наоборот, очень интересно работать всегда. Ты же не только театральный режиссер, мы все об этом знаем, что ты и прекрасный кинорежиссер. Снял полный метр, невиновен. Фильм невиновен, невиновен. Он имел большой успех, я знаю. И я слышала, что ты снял продолжение. Хотелось бы узнать, о чем это продолжение, и почему возникло вот это решение. Вот, невиновен, да. Имел успех, можно сказать так. Конечно, мне хотелось бы больше. Большего, я имею в виду охвата, в смысле количества зрителей, количества кинотеатров в стране. Но этот фильм состоялся в том плане, что это первый северокавказский полнометражный художественный фильм, снятый силами местных ребят, начиная от сценариста, заканчивая продюсером, режиссером, актерами, всеми делами, который вышел в федеральный прокат. Вот, и обратная связь, которая нам приходила от зрителей, кинозрителей, да, нас побудила снять продолжение этого фильма. Продолжение этого фильма я снял этим летом. Да, мы закончили буквально вот-вот, в сентябре, октябре. И он находится сейчас на монтажном пульте. Монтируем сейчас этот фильм. И, скорее всего, осень-зима этого года, 2003 года, Пойдет под названием? Планируется выход фильма под названием «Кровник». Н2, «Невиновен 2», «Кровник». Да, в плане том, что «Кровник», да, когда мы говорим «Кровник», да, мы сразу подразумеваем «Кровный враг». Да, но я хочу еще... В медали всегда обратная сторона есть. Хочу раскрыть еще и про кровные узы, что не всегда кровные узы крепче держат людей, чем духовные узы. Да, и братство, духа, вот это все, родство не всегда является последствием кровных уз. Анзор, как правило, режиссеры, актеры, люди этих профессий не любят делиться своими планами. Но я знаю, что ты не из их числа, ты охотно рассказываешь о своих планах. Я знаю, что у тебя сейчас в планах снять фильм обе слинии, о подвиге тех простых людей, которые находились в оккупации. Как возникла идея, на каком этапе сейчас работа? Это очень сложный проект, да, очень объемный проект, серьезный проект, к которому нужно подходить, очень основательно подготовившись ко всем аспектам. Это исторический фильм, основанный на реальных событиях. Ты, конечно же, в курсе этих событий. Поэтому на нас, на команде «Кавказфильм» лежит большая ответственность донести правду до зрителей и донести ее так, чтобы было всем понятно. И так как это творчество, это искусство, это кино, чтобы не было еще и скучно. Беслиней – это… Боль. Боль – это пример духовной стойкости, это мужество в первую очередь местных жителей, безоружных детей, женщин, стариков в основном, которые остались во всех деревнях, станицах, аулах того времени, когда вся страна была на фронте, а в глубине страны оставались женщины, дети и старики, и туда завезли детей. И этих детей нужно было спасать. И спасая их, понимать, что ты подвергаешь опасности не только свою жизнь, но и жизнь собственных детей и целого аула. Если бы нашли хоть одного ребенка в этом ауле, то расстреляли бы весь аул. И не только аул, наверное, и были последствия другого масштаба. Почему мне интересно, как автору, эта тема еще более, что этот подвиг совершили люди в оккупационный период, когда немцы были под боком, немцы были в ауле Беслиней, где жители аула Беслиней прятали детей на чердаках, в подземельях, в землянках. И мы сейчас работаем именно над сбором архива, архивных документов. В документах мы общаемся, ездим, приезжаем сюда со сценаристом, сценарист Ратмир Хакулов, который также написал сценарий и к кровнику, и работал над невиновным. Приезжаем сюда, общаемся с Рамазаном Адзиновым, который до сих пор, слава Богу, еще живой, который является непосредственно из тех детей, которых привезли сюда, которые приехали, которых приняли, приютили, усыновили, выходили, который остался здесь, вырос и до сих пор в здравии, слава Богу, и живет. Вот с такими людьми общаемся. Сейчас именно начальный этап был. Это первые шаги, которые мы сейчас делаем, презентацию готовим, все это делаем. И о проекте «Беслинея», который мы сейчас запускаем, мы еще не раз, я надеюсь, поговорим. Я верю, что все состоится, все твои проекты, и в частности проект «Беслинея», о котором мы только что говорили, люди увидят. Я верю в это. И, конечно, мне остается пожелать тебе успехов дальнейших, творческих. И спасибо, что нашел время. Спасибо. На концертных площадках Карачаева-Черкесии прошли выступления лауреата международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Государственного академического народного ансамбля танца Республики Адыгея Нальмес. Зарема Карданова об искусстве хореографии. Этот творческий коллектив также является обладателем медали славы Адыгеи, кавалером ордена, чести и славы третьей степени Республики Абхазия. Под стать коррективу и художественные руководители главный балетмейстер, представитель прославленной семейной династии Хаджаевых, заслуженный артист России, Кубани и Республики Абхазия, народный артист Республики Адыгея Аслан Хаджаев. Сегодня государственный академический ансамбль народного танца Адыгея Нальмес с большим удовольствием и честью работает в городе Черкесск. Очень рады традиционно присутствовать на площадках Крачаева Черкесской Республики, радовать зрителей. Что вообще есть ансамбль Нальмес в жизни черкесского мира? Очень ответственный вопрос. Я постараюсь емко обозначить. Как говорят наши старшие, пока жив Нальмес бьется сердце адыгского народа. Надеюсь, что Нальмес поддерживает и расширяет дух нашего народа, кавказской культуры в целом и культуры нашей страны. И окунается зритель в таинство легендарных танцев ансамбля. В мифах и легендах нардского эпоса адыгов сокровищницы мировой литературы о сотворении мира присутствует главный герой Сосрока и рядом стоит образ его матери Сатани. В старинных танцах отображены эти образы образы мужественных героев богатырей и мудрой матери Сатани. Они представлены в хореографической композиции «Сказания о нардах». Зекуа Загатлят является одним из самых быстрых и темпераментных танцев адыгов, где показана виртуозная техника исполнения сложных трюков. Здесь блистает солист ансамбля с 20-летним стажем артиста балета Айдамир Хулов. Везде побывали и в наши края это уже как к себе домой едем очень теплые тепло встречают всегда в Черкесске, в Адыгахабле и в Хабезе. Так что с удовольствием приезжаем. Спасибо вам, спасибо зрителям. Всем здоровья, здоровья. А мы будем радовать вас своими выступлениями. Самым лирическим танцем считается старинный черкесский танец из Соломей. Танец влюбленного юноши и девушки. Они кружат в танце, как в небе орел и орлица. Трепетание ресниц девушки и робкий взгляд юноши выдают тайные чувства молодых людей. Отрадно отметить, что романтичный образ юноши воплотил на сцене наш земляк уроженец Аула Эрсакон Магомед Конов вместе с прославленной артисткой ансамбля Дианой Едыч. Никакой концерт не обходится без визитной карточки коллектива хореографической композиции танцует Нальмаз под музыку именитого композитора Умара Тхабисимова с одноименным названием. Эта музыка и легла в основу танца. Наш прославленный коллектив это гордость черкесского народа. Мы сегодня посмотрели очень хороший концерт нам все очень понравилось каждый костюм олицетворял танец и все все образы были очень красивы и гармоничны с музыкой. Сегодня зрители увидели новую композицию под названием «Блеск алмаза». Наряду с известными танцорами здесь мы увидели и второго нашего соотечественника бывшего солиста ансамбля Редада Адыгекабльского района уроженца аула Алибердуковский юного Артура Климахова. Зрители ждали также полюбившийся номер ожерелья народных танцев адыгской диаспоры который является единой хореографической композицией состоящей из нескольких народных танцев возвращенных на историческую родину. На сегодня закончился концерт в Черкесске но и завтра и послезавтра и в последующие дни артисты уедут на очередной концерт. Так меняются концертные площадки но неизменным остается ослепительный блеск сокровища адыгской культуры ансамбля Нальмас. Зарема Карданова Мухаммеда Шибокова Вести Карачаева Черкесия В Карачаево-Черкесском госуниверситете имени Умара Алиева начала функционировать студия радио и подкастов. Являющийся проектом победителем грантового конкурса «Росмолодежи». Теперь студенты могут записывать свои радиоэфиры и освещать деятельность вуза. Об идее данного проекта подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Теперь здесь будут проводиться записи подкастов и освещаться различные мероприятия, проводимые в КЧГУ. Комната, предназначенная для радиостудии, оснащена всем необходимым оборудованием и имеется шумоизоляция. Руководитель проекта Аслан Гирюгов подчеркнул, участниками радиоэфиров станут известные гости и преподаватели, что позволит раскрывать различные темы касаемо тех или иных предметов, преподаваемых в университете. Идея создания радиостудии у нас появилась еще на втором курсе, когда я был студентом второго курса бакалавра. Я тогда проходил практику на базе студенческого телевидения унисон. И у нас была газета, в которой могли обучаться, было телевидение, в котором могли получать какой-то опыт, но и для полноты картин у нас не хватало радио. И тогда появилась эта идея, но на этом она и закончилась. В прошлом году весной у нас открылась школа социального проектирования, на которой я представил свой проект, он получил удобрение, и мы его написали и выиграем. Для наших студентов и преподавателей это уникальная площадка, где они смогут записывать свои выступления в формате того же семинара. Также наши студенты смогут получить практические навыки в сфере радиожурналистики, отмечает проекты по молодежной политике Качагу Расул Динаев. Этот проект является такой вот, ну, одной из составных частей наших студенческих медиаресурсов. Вы знаете, что у нас в университете также существует университетская телестудия на базе отделения журналистики Института филологии. Вот сейчас мы запускаем студию радио и подкастов. Также у нас есть блогерство, то есть ребята, которые занимаются, ведут университетский блог, где рассказывают про студенческую жизнь. И также у нас есть студия звукозаписи, где у нас также проходит дубляж мультфильмов, фильмов на родные языки народов Карачева Черкесской Республики. Все это мы хотим сейчас объединить в один большой такой холдинг, медиахолдинг, который будет называться КЧГУ Медиа. Совсем скоро начнутся записи первых радиоподкастов. По словам руководителя проекта Аслана Гирюгова, ближайшей целью радиостудии является привлечение студентов из других вузов, чтобы молодежь могла делиться своим опытом и знаниями, что позволит укрепить дружеские отношения с другими регионами. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Лаваторцев 39А, 43-73-87. Государственная телерадиокомпания Карачаева Черкесия приглашает на работу телеоператора. Возможно обучение. Обращаться в отдел кадров по номеру код 8-878-2-2-0-5-47. Государственная телерадиокомпания Карачаева Черкесия приглашает на работу монтажера со знанием программы от ДОП-Премьер, телеоператора, а также ассистента режиссера. Возможно обучение. Обращаться по номерам код города 8-878-2-2-0-4-75, мобильный 8-928-026-12-70. Или по адресу Черкеск, улица Красноармейская, 51.